Я с этого начну. Братья, у меня вопрос. Доброт Ричард, в журнале «Евангелист» была ваша статья о многодетных семьях. И были написаны примерно такие слова. Со времен, когда братья шли в вузы, фронт переместился. Что означает эта фраза? Эта статья лично для меня послужила большим подкреплением, укрепила веру, ослабевшие колени и усталые руки. Это боль моего сердца, и не только моего. Мы беседовали с сестрой. Дальше шла речь о помощи церкви для многодетных семей. Особенно тяжело мамочкам, когда детей 5-6 человек, и рождество между ними 1-2 года, то есть все ребятишки маленькие. В чем, по вашему мнению, может заключаться помощь? Тут еще ПС, по скриптам это можно оставить. Я так действительно написал, имел в виду вот что. Во время гонений не было для церкви больше трудностей, больше испытаний, больше страданий, как братья и сестры, находившиеся в вузах. Они не очень любят говорить, что с ними происходило, но их мучения были очень большие. И тогда вся основная направленность молитв, она была связана с поддержкой этих братьев. Сестра Фаина Годинер, которая была долгое время редактором журнала «Евангелист», она была тогда в нашей церкви, в моей церкви, она как-то сказала, Ричард, я не могу ничего по дому готовить, когда я понимаю, что от моих молитв, может быть, зависит, что с вами будет в дальнейшем. Вы видите, это прошло уже больше 20 лет, я эти слова помню и, наверное, запомню до конца. Церковь всегда вставала в пролом за тех, кто был гоним и страдал. Сегодня этого нет. Может быть, завтра это будет снова. Сегодня этого нет. Но сегодня, скажем так, передовая, фронт, там, где больше всего страданий, поношений, непониманий, просто физических мучений, это связано с рождением детей. Я не думаю, что это надо объяснять. И когда я говорил о помощи, я прежде всего имел в виду молитву, усиленную молитву Церкви. Времени было такое откровение. Так говорит Господь. Сестры, которые выполняют свой долг материнства, если они останутся в этом верными до конца, то многие из них получат венец, который будет превосходить венец многих братьев, прошедших тяжелый путь. И Бог желает, чтобы Церковь постоянно молилась за этих сестер, за беременных, за родивших, и особенно их мужья. Я имел в виду прежде всего вот это. Они нуждаются в поддержке, нуждаются в молитвенной поддержке. Дети, которых они воспринимают, которых они зачинают, как только они чувствуют, что у них под сердцем начинает биться другая жизнь, это должно быть не оха, это должна быть благодарность и поддержка маленькой жизни, которую мы пока не видим, предстоящим родам. Естественно, в этом может быть и какая-то другая помощь, и она должна быть. Я скажу маме, что детей воспитывать оно вам придется. Мы никогда не пытались перекладывать воспитание детей, у меня их 10, на родителей, потому что это обязанность, это достоинство, это благословение родителей. Естественно, помощь в этом нужна. Я думаю, в этом может помогать молодежь, я думаю, в этом могут помогать родственники, я думаю, что Церковь за этим может смотреть. Я вам скажу, что если вам становится тяжело, никогда не бойтесь попросить об этом служителей. Скажите, мне тяжело, я не могу. Я не думаю, что кто-то из служителей откажет в этом или останется без внимания. Вот это все, что касается этого вопроса.